Добрый вечер, в эфире Вести, Крачево-Черкесия, студии Ярослав Щекланов. Сегодня в региональной общественной палате прошел брифинг с участием журналистов республиканских СМИ на тему кульминации избирательной кампании 2021. Рейтинги партии и прогнозы итогов за две недели до выборов. На брифинге выступили эксперты-научные сотрудники Крачево-Черкесского научно-исследовательского института. Подробности у Мурата Джанкезова. Активизация дебатов, поездки по районам, непрерывные встречи с избирателями, продвижение предвыборных программ, громкие заявления и предложения. Избирательная кампания 2021 достигла кульминации. В эти дни активность партий прямо влияет на их рейтинги. И все это дает экспертному сообществу почву для более точного прогнозирования итогов выборов. Первое место по прогнозам будет получено Единой Россией. КПРФ второе место займет однозначно. Ее поджимает ЛДПР и Справедливая Россия. Но, скорее всего, разыграется третье место между ЛДПР и Справедливой Россией, поскольку постоянно идет вариативность показателей. Эксперты также отметили, что цифры региональных кампаний, в том числе Карачаева-Черкесии, имеют все шансы повториться. То есть все четыре большие партии вновь получат представительство в парламенте. Мы проводим соцопросы, но я не могу оглашать данные, но хочу сказать, что они коррелируют с общероссийскими данными. Достаточно высокий процент жителей Карачаева-Черкесской республики, которые готовы принять участие или, скорее всего, примут участие в выборах. Реальное число пришедших на участки будет, скорее всего, поменьше прогнозируемых цифр. Например, респонденты 18-25 лет могут иметь желание дать ответ, кого бы они выбрали, но многие из них не проголосуют. К избирательным урнам, как правило, идут люди более старшего поколения. Они уже определились тем, пойдут они голосовать или они не будут принимать участие в голосовании. Уже те, кто два-три месяца назад говорил о том, что они не знают, будут ли принимать участие в голосовании, они уже отвечают более определенно. Соответственно, это тоже такой показатель того, что избирательная кампания достигла своей кульминации. Эксперты говорят о 16% еще не определившихся избирателей. Важным обстоятельством оставшегося до выбора времени станет то, как все партии расставят акценты в представлении себя населению, насколько чутко прислушаются к настроениям избирателей. Мурат Жанхёсов, Исам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня исполняется 13 лет со дня образования в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму. За короткий срок созданная служба зарекомендовала себя важной составляющей системы органов внутренних дел. В зале коллегии МВД по Карачаево-Черкесии состоялось торжественное собрание, на котором оперативников поздравили руководство МВД по республике, представителей силовых структур и правительства Карачаево-Черкесии. В свой профессиональный праздник сотрудники Центра по противодействию экстремизму были отмечены ведомственными наградами и наградными знаками. На сегодняшний день служба представлена из 58 профессионально грамотных сотрудников полиции, состоящих на страже безопасности населения. Приоритетными задачами, стоящими перед службой, остаются снижение уровня экстремистского насилия, сохранение спокойствия в обществе и укрепление межнационального и межрегионального согласия. Благодаря эффективным действиям сотрудников подразделений, активно ведется работа по пресечению деятельности экстремистских организаций, задерживаются лидеры и активные участники незаконных вооруженных формирований, нейтрализованы десятки членов экстремистского подполья. Оперативниками Центра предотвращен ряд тяжких преступлений в отношении мирного населения и представителей органов государственной власти. В ауле Адыгехабль возле мемориального камня погибшим офицерам милиции Валерия Бойко и Сергея Ревенко прошла акция «Минута молчания», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Альбина Ламкова продолжит тему. Майор милиции Валерий Бойко и подполковник милиции Сергей Ревенко погибли при исполнении служебного долга. Трагедия произошла 24 марта 2001 года. В 6.20 утра ими была задержана автомашина ВАЗ-2106, направлявшаяся в Ставропольский край. Подозрение милиционеров вызвало нестандартная подача топлива в автомобиле. Автомашину отогнали в безопасное для жителей место. Здесь состоялся осмотр транспорта, в ходе чего сработало взрывное устройство. Оба эксперта погибли на месте происшествия. Позже стало известно, что в бомбе мощностью 40 килограммов в тротиловом эквиваленте сработал таймер. В ходе расследования выяснилось, что взрыв должен был состояться 24 марта на территории рынка города Невиномыска. Два наших героя, два наших сотрудника милиции на тот момент, они защитили все равно своей жизнью многих людей наших. На месте гибели офицеров два раза в год проходят траурные митинги. В день их трагической смерти 24 марта и в день солидарности в борьбе с терроризмом. Трагическим событием, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслан, когда в результате беспрецедентного по всей жестокости террористического акта погибли сотни тысяч женщин и детей. В память о жертвах теракта школьники выпустили в небо воздушные шары. Затем учительница начальных классов школы аула Адыни Хабель Эмма Асланова рассказала о самой трагедии, как это случилось и о своей поездке в Беслан. Я была 4 года назад в городе Беслан, была на этом месте, где произошла трагедия. Это было ужасно. Хочу вам сказать, что до сегодняшнего дня, когда я разговариваю на эту тему, у меня поднимается комок в горле, я хочу плакать, потому что очень многие мамы остались без своих детей, дети остались без родителей. Мемориальные плиты, эти фотографии, впечатление, что каждый из них сейчас с вами заговорит. У каждого памятника стоит бутылочка воды. Хотя эта трагедия случилась 17 лет назад, она и сейчас вызывает только слезы и ужас, отметила Эмма Асланова. Также она призвала всех людей, чтобы каждый задумался о том, что нам нужен мир, счастливое детство и жизнь. Для этого нужно вместе бороться против террора и понимать, насколько он опасен. Я знаю, кто такие террористы. Это плохие люди, которые всех убивают. Террористы – это те люди, которые убивают, стреляют во всех людей просто так. Я думаю, когда вырасту, буду всегда всех защищать. В заключении траурного митинга память погибших от террора почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальному камню. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Карчаева, Черкесия, Адейхабльский район. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok 6-8, а днем 19-21 градусов тепла. Спешите! С 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа «Экзотик-шоу Алибрувер». Вятские меха в Черкесске. Шубы по низким ценам в рассрочку. Куртка в подарок. Торговый центр «Панорама». Первый этаж. Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждем вас! Продолжаем выпуск. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 24 313 человек. Из них 21 779 выздоровели, 659 госпитализированы. Сегодня в республике стартовала вакцинация населения против сезонного гриппа. Она проводится ежегодно. Привиться должны не менее 60% жителей. Управление Роспотребнадзора говорят, в первую очередь, вакцинировать будут людей из группы риска. Главный санитарный врач Карачаево-Черкесии Сергей Бескокотов отмечает, что прежде всего это дети, пожилые люди и работники сферы обслуживания. Вакцина абсолютно бесплатная. Перед тем, как прививаться, гражданам необходимо пройти терапевта, детям педиатра. Также Сергей Бескокотов напомнил, что при заболевании ОРВИ, даже в случае легкого заболевания, необходимо обратиться к врачу ни в коем случае не заниматься самолечением. Вакцина подстраивается ежегодно под те штаммы вируса, которые циркулируют не только у нас в республике, но и во всей стране, и во всем мире. Поэтому те люди, которые будут прививаться против гриппа, они будут защищены от тех видов вирусов, которые циркулировали у нас в прошлом году. Сейчас в случае перед вакцинацией любой гражданин нашей республики будет осмотрен врачом и будет учтена вакцина, которую он сделал от ковида. Но, насколько я знаю, после трех недель после прививки можно сделать уже прививку другую. Я точно так же буду делать себе прививку от гриппа, а через три недели или через месяц буду делать прививку от ковида. Уже повторно. По поручению главы республики издан дополнительный тираж книги «Сказки народов Крачао-Черкесии» всего сборники 59 народных сказок, дающих достаточно полное представление об особенностях культуры, быта народов, проживающих в Крачао-Черкесии. Национальные сказки имеют многовековую историю и представляют собой духовную сокровищницу любого народа, кладезь народной мудрости, отражают его ментальность, определенную психологию. Глубокий смысл этих произведений оттачивался веками, через устное предание. Из поколения в поколение передавались богатые культуры, фольклор, верования и традиции разных народов. Важно сохранить это богатство, ведь оно способствует расширению границ нравственного, духовного, патриотического, эстетического и умственного развития. Книга «Сказки народов Крачао-Черкесии» станет хорошим другом и проводником «Волшебный мир сказок». В прошлом году по инициативе Министерства Крачао-Черкесской Республики массовым коммуникациям и печати в целя гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также для сохранения национальных языков народов Крачао-Черкесской Республики была издана детская книга «Сказки народов Крачао-Черкесии». Таким образом, впервые в одном издании были собраны произведения всех пяти субъектообразующих народов нашей Республики. В создании участвовали представители общественных организаций научного сообщества Республики. В качестве источника использовались научно-популярные материалы, касающиеся фольклора народов Крачао-Черкесии. Во исполнение поручения главы Крачао-Черкесской Республики Рашида Тимрезова, которую он дал в феврале текущего года, издан дополнительный тираж книги «Сказки народов Крачао-Черкесии». Это все вести на сегодня. Прямо сейчас первые серии фильма «Частная жизнь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова